Всем привет, это Автошоп, не скучные автоновости. Сегодня выпуски. Премьера BMW XM Label Red. Еще больше мощности и щедрый красный декор. Шведский купеобразный кроссовер без заднего стекла Polestar 4. Дебютировал серийный кроссовер Cupra Tavaskan. Электропикап Ford F-150 Lightning зайдет на европейский рынок с севера. Первый кроссовер, разработанный целиком спортивным подразделением BMW M, дебютировал в сентябре прошлого года с 653-сильный плагин гибридной силовой установкой. Тогда же была анонсирована еще более мощная версия Label Red. И вот теперь она полностью рассекречена. Строгий секрет и государственная тайна. Как оказалось, по части техники версия Label Red устроена точно так же, как базовая XM. Нет никаких особых настроек в адаптивной подвеске, системе полного привода или в активном заднем дифференциале. А есть лишь более мощный 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8. Его отдача по сравнению с обычным BMW XM увеличена с 489 до 585 лошадиных сил. Единственный электромотор, вживленный восьмиступенчатый автомат, прежний, 197 лошадиных сил. На короткое время крутящий момент может увеличиваться до 450, так называемый буст-моут. Максимальная совокупная отдача силовой установки выросла до 748 лошадиных сил и тысячи крутящего момента. Время разгона до 100 км в час сократилось до 3,8 секунды. Максимальная скорость с опциональным пакетом M Drivers Package увеличилась с 270 до 290 км в час. Полезная емкость вмонтированной в пол кузова тяговой батареи прежняя – 25,7 кВт в час. В электрическом режиме ее полной зарядки хватит на 83 км пробега. Максимальная скорость в электрическом режиме ограничена на отметке 140 км в час. Стандартные внешне отличительные особенности версии Label Red – это красные шильдики и красные вставки в 21-дюймовых колесных дисках. Красные окантовки гигантских ноздрей на передке, бокового остекления и диффузора заднего бампера – это опция и особенность лимитированной дебютной серии из 500 машин в черном цвете Frozen Carbon Black. Салон по умолчанию щедро одобрен красными вставками, но по части оснащения он ничем принципиально не отличается от обычного XM. На данный момент BMW XM Label Red является самым мощным стоковым углеводородным кроссовером в мире. Производство начнется в августе текущего года на американском заводе BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина. Шведская компания Polestar, отколовшаяся в 2017 году от компании Volvo, продолжает расширять продуктовую линейку. Четвертая по счету модель дебютировала в рамках шанхайского автосалона. Ее производство начнется в ноябре этого года на заводе Gili в Ханчжоу. Polestar и Volvo Cars входят в состав могущественного китайского холдинга Gili. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в основе новой модели Polestar лежит разработанная Gili модульная платформа SEA, Sustainable Experience Architecture. А Volvo делится своими тележками не только с Polestar, но и с другими брендами, входящими в состав китайского холдинга. Хоть на этом спасибо. О чем ты говоришь, господи? Главной дизайнерской фишкой Polestar 4 является багажная дверь без стекла. Она была анонсирована еще в 2020 году на концепте Polestar Precept. Похожее решение кормы будет и спортседана Polestar 5. Обзор назад обеспечивает расположенная над багажной дверью камера. Изображение с нее транслируется на внутрисалонное центральное зеркало. Сама багажная дверь при этом довольно высокая, и через нее есть доступ в салон. То есть формально Polestar 4 это лифтбэк. Давайте сломаем дверь. Интерьер Polestar 4 ожидаемо выполнен в духе скандинавского минимализма и отделан экологически чистыми материалами. Ткань из переработанного пластика, коврики из переработанных рыболовных сетей, винил на основе растительного масла и переработанного текстиля, композиты на основе растительных волокон и тому подобное. Имеются центральный мультимедийный планшет на базе Android, приборные и проекционные экраны. Последний имеет так называемый снежный режим, в котором основной цвет меняется с белого на желтый, для лучшей видимости. Замечательно. Для работы многочисленных электронных ассистентов водителя в стандартное оснащение Polestar 4 входит 12 камер, в том числе камеры наблюдения за состоянием водителя, один радар и 12 ультразвуковых датчиков. Тепловой насос и стеклянная крыша на всю длину салона тоже входят в стандартное оснащение, но за электрохромное покрытие, позволяющее менять прозрачность, нужно доплачивать. Опциональная 1400-ваттная аудиосистема Harman Kardon имеет 16 громкоговорителей, из них 4 встроены в подголовники кресел. На данный момент Polestar 4 заявлен в двух версиях – заднеприводный с одним электромотором и переднеприводный с двумя электромоторами. Обе оснащаются 400-вольтовой литий-никель-кобальт-марганцевой батареей, ёмкостью 102 кВт-ч. Расчётный запас хода на одной зарядке 600 км. Максимальная мощность зарядки 200 кВт. Она позволяет пополнить заряд с 5 до 80% за 32 минуты. Отдача единственного электромотора у версии Long Range Single Motor – 272 л.с. До 100 км.ч. заднеприводный кроссовер разгоняется за 7,4 секунды. Максимальная скорость – 180 км.ч. Совокупная отдача силовой установки двухмоторной версии Long Range Dual Motor – 544 л.с. Разгон до сотни занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость – 200 км.ч. Передний электромотор во время езды может отключаться, чтобы экономить заряд батареи. Двухмоторная версия оснащается адаптивными амортизаторами, и для неё доступен опциональный спортпакет Performance Pack с более мощными тормозами Brembo. На китайском рынке Polestar уже доступен для заказа. На других рынках, в том числе в США и Европе, Polestar 4 появится в начале 2024 года. Минимальная цена составит около 60 тысяч евро. Марка Купра отделилась от материнской компании Сит в начале 2018 года. Ранее соответствующую приставку давали заряженным версиям Ситов. Марка показала концептуальный электрический паркетник Купра Таваскан ещё в сентябре 2019 года. Однако его серийные перспективы были туманны. В 2020-м стало известно, что кроссовер доберётся до конвейера, но поклонникам марки придётся подождать. Теперь производитель официально рассекретил товарную версию Купра Таваскан. Рассказывайте. Объясните нам всё. Серийный вариант получил имя от концепта. Такие же пропорции и подобный дизайн. Хотя и с рядом изменений. В нижней части рельефного капота расположен логотип с подсветкой. Под ним матричная головная оптика примерно прежней формы, но с рисунком из трёх небольших треугольников в каждой фаре. Кроссовер с купеобразным кузовом получил оригинальные колёсные диски размером от 19 до 21 дюйма. Интерьер серийного паркетника Купра Таваскан тоже похож на тот, который был у одноимённого шоу-кара. Перед глазами водителя располагается небольшой дисплей трапециевидной формы, исполняющий роль виртуальной приборки. В центре передней панели находится большой тачскрин информационно-развлекательной системы. Место центральной консоли заняла перемычка серебристого пластика, на которой можно найти кнопку аварийки. На рулевом колесе имеются кнопки, позволяющие переключать ездовые режимы. В основе Купра Таваскан лежит фольсвагеновская платформа MEB. Ближайшими родственниками новинки являются кроссоверы Audi Q4 e-tron Sportback, Volkswagen ID.5 и Skoda Inya Coupe. Электрокроссовер Купра предложат с двумя вариантами начинки. Так, у стартового варианта только один электромотор, расположенный на задней оси с отдачей 286 л.с. Топовый Таваскан оснастили двухмоторной силовой установкой, которая состоит из такого же двигателя сзади. А на передней оси находится 109-сильный электромотор. Совокупная мощность такой системы 340 л.с. Вне зависимости от версии тяговый аккумулятор один. Его емкость составляет 77 кВт-ч. У заднеприводной модификации паркетника паспортный запас хода на одной зарядке составляет 550 км, а у полноприводника – 520 км. На разгон с места до сотни у топовой версии серийного кроссовера уходит 5,6 секунды. Производство Купра Таваскан планируется наладить на заводе Volkswagen Ваньхоэ, Китай. Эти машины в дальнейшем отправятся и в другие страны. По плану модель должна выйти на глобальный рынок в 2024 году. Марка намерена продавать ежегодно более чем по 50 тысяч экземпляров. Большие американские пикапы докатились-таки до Европы на зеленой волне. Компания Ford утверждает, что ее норвежские клиенты прямо-таки умоляли дилеров привезти им F-150 Lightning. И теперь их мольбы услышаны. В эту страну из Америки прибудет ограниченная партия электропикапов в фиксированной комплектации Lariat Lunch Edition в насыщенном синем цвете Antimator Blue. Партия ограниченная, потому что в самой Америке F-150 Lightning пока большой дефицит. Компания Ford недооценила спрос на эту модель, и для наращивания объемов ее производства потребуется время. В прошлом году продажи F-150 Lightning в США составили всего 15 с половиной тысяч единиц, тогда как заказов на них собрано около 200 тысяч. То есть создалась большая очередь. В этом году Ford рассчитывает выпустить 150 тысяч электропикапов, так что всем желающим все равно не хватит. Но в Норвегию партию все-таки отгрузят. Хотя бы из уважения к рвению норвежцев к электричкам, невзирая на суровый климат. Доля электромобилей в автопарке Норвегии в прошлом году достигла 21%. Власти страны рассчитывают, что уже в 25-м году все новые проданные легковые и легкокоммерческие автомобили в стране будут иметь нулевой выхлоп, то есть окажутся электромобилями либо водородными авто. Очень хорошо. F-150 Lightning – коммерческий по своей сути электромобиль, но адресован он в том числе любителям отдыха на дикой природе. В грузовик можно загрузить много провизии, палаток и экспедиционной амуниции. Один только передний багажник вмещает 400 литров. В этой связи несколько странно, что в Норвегию приедет не дальнобойная версия Extended Range с батареей емкостью 131 кВт-час, а Standard Range с батареей емкостью 98 кВт-час. Полного заряда хватит на 386 км пробега. Максимальная мощность зарядки позволяет пополнить заряд с 15 до 80% за 39 минут. Силовая установка версии Standard Range состоит из двух электромоторов, по одному на ось. Их совокупная отдача – 458 л.с. Разгон до 100 км в час занимает менее 5 секунд. Грузоподъемность пикапа – 805 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа – 3492 кг. Цена Ford F-150 Lightning в Норвегии составит 111,5 тысяч долларов. У себя на родине электропикап в аналогичной комплектации обойдется намного дешевле – от 76 тысяч долларов. А за 98 тысяч можно уже стать обладателем топ-версии Platinum с большой батареей Extended Range и 588-сильной силовой установкой. В недалеком будущем Ford может предложить F-150 Lightning и в других европейских странах. Но прежде им должна как следует наесться Америка. Ф-150 Lightning в Норвегии